Всем привет! В эфире Универ Ньюз. Самые интересные и актуальные новости. С тобой снова я, Матагулина Гульфия. Сегодня в выпуске. Солист «Виа Волга Волга» Антон Солокаев пообщался с журналистами Казанского университета. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Челябинске. В КФУ состоялся блиц-турнир по баскетболу среди мужских команд. В Челябинске проходит 14-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Что происходило в первый день работы форума, ты узнаешь в сюжете Олега Кашина. В Челябинске 8 ноября стартовал 14-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Президента Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева ожидают в Челябинске 9 ноября. Первым мероприятием стал форум ректоров двух стран, который проходит в рамках межрегионального сотрудничества. Форум ректоров проходит в Южноуральском государственном университете при участии министра образования и науки Ольги Васильевны. Важно отметить, что со своим приветственным словом выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Среди почетных гостей председатель Российского совета ректоров, руководитель МГУ Виктор Садовничий, который в своем выступлении отметил, что задачи форума были определены лидерами государств. Наши задачи определили наши президенты. И вот очень емкие слова они сказали, что нужно сохранить фундаментальность образования. В замечательной статье Нурсултан Абишевич сказал, что если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех. Кроме этого, впервые за всю историю проведения форумов по межрегиональному сотрудничеству затронули тему развития человеческого капитала. Об этом заявил Ерлан Сыдыков, председатель Совета ректоров вузов Казахстана, ректора Евразийского национального университета. Впервые за всю историю проведения форумов межрегионального сотрудничества выбрана повестка дня развития человеческого капитала. И также впервые проводится в рамках встреч двух президентов форум ректоров вузов. Тема обсуждения форума обширна, но связана с образованием. На повестке дня обсуждение вопросов образования как ключевого фактора повышения конкурентоспособности человеческого капитала. А также стратегическое партнерство университетов России и Казахстана. Более подробную информацию о проведении форума редакции Универньюз покажут себя в следующем выпуске. Аля Кашин, Универньюз. На самом ли деле из Казани перевелись любители рока? Каково будущее тяжелой музыки в нашей стране? И почему в память российских музыкантов навсегда врезались лихие 90-е? На эти и многие другие вопросы ответил начинающим журналистом Антон Солокаев, лидер известного бэнда из Казани. В этом году широко известному и любимому в Татарстане вокально-инструментальному ансамблю «Волга-Волга» исполнилось 20 лет. В далекие 90-е, будучи еще совсем школьником, Антон Солокаев создал свой первый музыкальный бэнд с классическим битлевским составом – три гитары и барабаны. Начиная ровным счетом, как легендарная ливеркурская группа, «Волга-Волга» переросла в целую шоу-индустрию. Как начинала свой путь известная группа из Казани? С чем пришлось столкнуться? А самое главное – каковы ближайшие планы на будущее? На все эти вопросы ответил сам лидер коллектива на состоявшейся пресс-конференции, которая прошла на одной из площадок Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Сложилось так все, что мы, в общем-то, как-то, может быть, немножко чуть дальше, чем какие-либо другие артисты находимся в медиапространстве, но просто хотя бы в силу того, что у нас не очень много на радио и практически нет на телевизоре. Журналистам и их будущим коллегам стало совершенно понятно, что «Волга-Волга» не создавалась как коммерческий проект. Возможно, именно в этом и кроется успех группы. Антон Солокаев подкровенчил журналистами, что о деньгах тогда музыканты и не думали вообще. Речи не шло ни о каком продукте. Коллектив просто занимался тем, что нравилось. Мы, когда начинали свое творческое движение, да, вот свое, как бы, зарождался наш коллектив, у нас не было вообще понимания того, в каком направлении мы будем двигаться. Вот, рок-музыка или поп-музыка или там, джаз или еще какое-то. Мы просто хотели делать то дело, которое нам нравилось. Из формата обычной беседы пресс-конференция переросла в бурную дискуссию. Больше часа журналисты, не уставая, задавали вопросы известному музыканту. После проведенной пресс-конференции нам удалось встретиться с Антоном Солокаевым лично и выяснить не только его впечатления о прошедшей пресс-конференции. Отвечая нам, музыкант поймал себя на мысли, что когда-то точно так же неусыпно наблюдал за жизнью кумиров. С любопытством слушал их интервью, хоть никогда и не замечал в себе журналистка из жилки. Я в свое время очень много посещал таких мероприятий, не то чтобы как журналист, но в целом мне было интересно, как я наоборот наблюдал за различными звездами, музыкантами, актерами, как они дают интервью. Мне было интересно с точки зрения их творчества. И сразу было видно, кто из них проводит время, условно говоря, в кресле и рядом с микрофоном, просто праздно проводит время, дабы себя популяризировать. А для кого-то это общение с аудиторией, тот же самый концерт. Как поделился с нами Антон Солокаев, группа «Волга-Волга» известна как настоящая шоу-индустрия. Воспоминания, как все начиналось, вызывают на лице у спикера искреннюю улыбку. Казалось, что начиналось все только вчера. И при этом начиналось все весело, как и принято у студентов. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универгьюз. В Казанском федеральном университете прошел курс лекций международной нефтесервисной компании TGT Oilfield Services. Первой была лекция руководителя департамента научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Подробнее в следующем сюжете. Курс лекций «Современные геофизические технологии» проходит для студентов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Открыла серию мероприятий лекция «Применение спектральной шумометрии для оптимизации работы нефтяных и газовых скважин». Спикером выступил руководитель департамента научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ TGT Oilfield Services Андрей Арбузов. Лектор рассказал студентам о развитии компании и о разработке новых геологических технологий. Раньше, когда приборы были неспекальные, они просто полный шум мерили, они могли вот этот слабенький шум, который отработает резервуар, они могли его не найти. На этих частотах шумов от потока жидкости или газа под рубли их очень мало. Там практически их нет, поэтому можно выделить работающие пласты, там какие-то нарушения. Лекция была познавательной, так как студентам также было рассказано о применении различных технологий в сфере добычи ресурсов. Представитель компании также поведал студентам о рабочем процессе и сопутствующих ему проблемах. Ты приехал на спарту, тебе заплатили деньги, ты спустился к таким приборам, вытащил и ничего не записалось. Задолго до этого, еще в заводских условиях нужно проверить, что прибор хорошо работает. Следующие лекции курса состоятся 15 и 22 ноября. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюс. Определить лучший институт и факультет Казанского университета в игре по баскетболу можно было на состоявшемся БЛИЦ-турнире. Кто же стал победителем? Узнаешь прямо сейчас. В культурно-спортивном комплексе Уникс состоялся БЛИЦ-турнир по баскетболу среди мужских команд. Этот турнир был посвящен памяти знаменитого баскетболиста, чемпиона Советского Союза среди студентов Вячеслава Левченко. С самого утра в зале Уникса кипели настоящие баскетбольные баталии. В соревнованиях приняли участие сборные команд факультетов и институтов. Это студенты, аспиранты, а также сотрудники Казанского федерального университета. В этом году для участия в кубке заявилось 15 команд. Атмосфера очень дружелюбная, очень приятная. Видно, что ребята стараются соревнуются. И это очень импонирует, поскольку не в каждом университете встретишь такую любовь к баскетболу, чтобы команды именно занимались, болели и любили. По традиции соревнования проходили по олимпийской системе. Команды разбивались на пары, одна восьмая выявляла лучших, а победители четвертьфинала боролись за право сыграть в полуфинале. Два полуфинала определяли финалистов. Соревнования получились интересными и зрелищными. Участники стремились показать все свои навыки, умения игры в баскетбол, и на площадке все свои силы посвящали полностью игре. Все команды были настроены только на победу и боролись до последней секунды. Но, как известно, в спорте бывает только один победитель. В ходе соревнований выявились сильнейшие. Команда сотрудников университета завоевала первое место. Второй стала сборной Института управления экономикой финансов. Блиц-турнир памяти Вячеслава Левченко получился интересным. Надеемся, что его участники будут стараться и обязательно порадуют нас в следующем году своими спортивными талантами. Анна Глазунова, Леонард Влитяров, Универньюз. Это были все новости на сегодня. До встречи в следующих эфирах. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok